Приветствую, уважаемые! Меня зовут Эндрю Браун и вы попали на канал Путь Режиссера. И сегодня я продолжаю цикл видеосюжетов о том, какую технику выбрать для видео в 2020 году. И, конечно же, это касается именно начинающих, у которых маленький бюджет. Но есть большое желание заняться видеопроизводством, попробовать освоить это. Если у вас уже есть камера, свет, это то, о чем мы говорили в предыдущих видео, и ссылочки, подсказочки у вас будут, если вы вдруг наткнулись на это видео случайно. И сегодня звук. Очень важная часть, потому что существуют различные микрофоны, удочки для этих микрофонов, петличные микрофоны, рекордеры. И все это многообразие имеет как и флагманы, так и средний сегмент, так и низкий сегмент. И по качеству для обывателя большой разницы нет. Но если у вас будет хотя бы что-то из этого, то это приблизит ваш звук к качественному профессиональному звучанию. Поэтому поехали. Что я рекомендую в принципе? В первую очередь можно начать с аудиорекордера. Это вещь, которая может писать звук как с помощью своих внешних микрофонов, так и перенаправлять звук на петличный микрофон, который вы можете купить, естественно, дополнительно. Чем хорош этот рекордер? То, что здесь звуковая плата достаточно хорошая и она во многом лучше, чем в вашей камере дешевой. И поэтому сюда можно писать звук, подключая петличку. Таким образом звук будет хороший. Если нужно записать ваш голос, можно так писать ваш голос в эти микрофоны. Можно записать интершум помещения также этим аудиорекордером и, естественно, просто-напросто использовать его как диктофон, записывать много чего на него. Очень хорошая вещь. В данном случае это Zoom H1. В принципе, это самый популярный аудиорекордер компании Zoom. Есть различные варианты. Возможно, поменьше какой-нибудь я видел от компании Аудиотехника, по-моему. Но этот вариант я купил очень давно и он, в принципе, очень хороший. Здесь он питается от одной обычной классической батарейки. И, естественно, вы можете вставить в него microSD. Памяти будет много. Писать он будет и в WAV, и MP3. И качество будет хорошее. Поэтому этот аппарат можно использовать. Следующий элемент, который вам понадобится для создания качественного звука, это петличка. Это обычная петличка, не радиопетличка. И ее можно, естественно, подсоединить. К этому рекордеру записывать хороший звук. Это достаточно бюджетная версия. 37 баксов, по-моему. В принципе, можно найти за 25. Но конкуренты для этой петли тоже есть. И они более дешевые. Это BOYA. Различные петли и микрофоны. BOYA будут достаточно хорошей бюджетной альтернативой достаточно популярному бренду Aputure. Значит, у нас здесь в комплекте это фантомное питание. Это здесь у нас котячая нежность. Это у нас ветрозащита. Там дальше у нас есть провод. Здесь сам микрофон. Достаточно длинный провод имеет. Также у него есть защита здесь обычная. И несколько проводов, как для использования телефона, так и для рекордера. И все это многообразие в коробочке вы получаете за такие небольшие денежки. Но если нету 35 баксов, допустим, вы можете купить BOYA микрофон, который стоит в 2 или в 3 раза дешевле. И это то, что касается базовых вещей. Это рекордер, петличка. Также вы можете купить накамерный микрофон. Но, опять же, этот рекордер может справиться с этой задачей. Единственное, что его вы не подсоедините на прямую камеру. Хотя можно заморочиться. Но так удобнее будет, если вы будете писать прямую камеру. И потом не будете синхронить звук, если вам понадобится. Но, если бюджеты ограничены, то ауди рекордер лучше взять вместо обычного накамерного. Для того, чтобы иметь вариант. Это у нас рекордер, который может записать, в принципе, и сыграть накамерную роль. Но и у вас будут деньги на петличку. А это значит, что вы подсоедините эту петличку к рекордеру. Сможете отойти, куда вам нужно. Записать звук, когда вам нужно, где угодно. И свести потом все эти данные. Потому что, если петлю подсоединять на прямую камеру. То, естественно, у вас будет расстояние ограничено длиной провода. Поэтому, эта штука универсальная. И если вы затратите деньги на нее, немножко вложитесь. С петлей вместе получите хороший результат. И не нужен будет накамерный микрофон. Но, все-таки, если у вас осталось пару сотен рублей, не долларов, да. То вы можете докупить боевский стереомикрофон накамерный. Маленький такой, вон, где-то я видел картинку. Приложу, у меня его с собой, естественно, нет. Такой вариант можете купить. Собрать петлю боя, стереомикрофон боевский на камеру. И, конечно же, купить рекордер Zoom H1. Также очень важно, помимо того, чтобы выбрать качественную аудиотехнику, еще и подготовить помещение. Допустим, в сравнении мои старые видео в другом помещении, где очень большая реверберация. И в сравнении с этим вы слышите, естественно, более качественный звук. Хотя техника, которая была использована, идентична. Приветствую, уважаемые, меня зовут Эндрю Браун. Вы попали на канал Путь Режиссера. И сегодня я хотел бы поговорить о звуке, а точнее о шумах в этом самом звуке. По итогу порядка 100 долларов или даже меньше будет достаточно для того, чтобы вы кардинально улучшили ваш звук для ваших видео. В первую очередь, естественно, вы можете собрать аудиорекордер и петличку. Либо аудиорекордер, петличку и стерео на камерный микрофон. Либо две петлички и два аудиорекордера, что будет прям очень хорошо, потому что вы сможете писать интервью, большие интервью для нескольких спикеров и сводить это все потом просто на постпродакшне, без использования дорогих радиопетель. И, конечно, это достаточно такой геморройный процесс, но если так уж суждено, такие деньги имеем, и это начало пути, то почему бы и нет. Главное, что у вас эти микрофоны будут. Поэтому смотрите сами, думайте. Я рассказал вам, как выбрать камеру, какой свет, какой звук, если вы начинающий. Поэтому, если вы готовы вступить в ряды видеомейкеров, добро пожаловать. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. А на этом все. Вы были на канале Путь Режиссера. С вами был Эндрю Браун. До новых встреч! Продолжение следует...